А вот эти законопроекты, которые идут из нашего Крултая в Думу и являются такими, ну, по сути, реально федеральными, да, типа Child Free, это реально наша инициатива, наших депутатов, или все-таки это как-то по другому кругу и происходит, через администрацию президента вниз и далее наверх? Ну, круги там разные, на самом деле, иногда из администрации президента спускают инициативу, говорят, а вот подумайте-ка над этим вопросом, неплохо бы, чтобы вы его, как говорится, вынесли. А есть и снизу, да, то есть, потому что снизу сидят всякие, значит, Утяшева и прочие, значит, как это там? Утяшева уже не просто, она уже в Думе. Ну, вот я говорю, ну как, а дело в том, что здесь же механизм какой, госсобрание выдвигает, а Утяшева и Эткулова продвигают, то есть, они являются инициаторами. Вот смотрите, нас попросили. Так вот, эти тети и дяди, они время от времени задаются вопросом, а что бы нам такого придумать, чтобы про нас не забыли? И вот они сидят, значит, а что сейчас актуально? Ну, будем бороться с геями. А, нет, с геями уже борются. Так, там против чего? О жестокости, значит, в семье. Ага, там тоже, значит, Пермский край подсуетился. А, вот, клево. А давайте про child free. А это что такое? Ну, это такое вот без детей. О, нехорошо. Ну, то есть, примерно так это выглядит. То есть, они сами себе придумывают некие поводы для того, чтобы засветиться где-то там наверху. Иногда это совпадает, да, то есть, как бы, и администрация президента говорит, о, молодцы, какая хорошая идея. Ну, вот. В целом, это все не имеет ничего общего с заботой о системе управления государством. Ничего не имеет общего с пользой для населения. И так далее, и так далее. Это все герметичная деятельность, которая происходит внутри власти. Одни другим показали, что они им все еще нужны. Мы здесь при чем? Мы вот как избиратели здесь при чем? Нас кто-нибудь спросил? Может, мы тут какой-нибудь региональный референдум провели? А давайте обсудим с населением, как оно относится к идеологии child-free. И на основании этого потом мы от парламента вынесем такую инициативу. Вот было бы как здорово, да? То есть, опросили население, население такое категорически говорит, вот, хотим, чтобы детей было по восемь. Окей. Парламент говорит в Госдуму, региональный парламент в Госдуму говорит, смотрите, у нас тут население вот такое мнение имеет. Вот это на самом деле демократия, а не то, что там Айткулова-Сутяшева придумали. Ну, у нас же говорят, есть институт закрытых напросов, значит, ФСО, наверняка, они провели и в этом смысле. Ну, понятно, что он есть, да, он существует, он тоже критически оценивается, в том числе и самими властями. Ну, нам-то от этого что? То, что власть внутри себя выясняет, как к ней относятся, а потом друг к другу они доказывают, как они друг другу нужны. То есть, это один из элементов того, насколько власть вообще уходит от населения и перестает с ней каким-то образом иметь связь. Вот все вот эти вот процессы, если вот широко на это смотреть. А в частном случае, вот этот закон о запрете пропаганды идеологии child-free, вот мне лично от него ни тепло и ни холодно. То есть, мне, как гражданину, как жителю республики от этого закона никакой пользы нет. А вред? И вреда никакого. Это бесполезное сотрясание воздуха и трата государственных денег на все вот эти процессы, которые они осуществили. Вот если как бы сейчас я попытаюсь резюмировать то, что мы последние минуты обсуждали, как бы я прихожу к выводу, что вообще вот эта вот действительно связь между низами и верхами, она сходит на нет и исчезает. И в этой ситуации некоторые политологи любят рассуждать, что вот это вот процесс очень такой, значит, конечный, скажем так, и в конечном итоге фатальный, может привести к чему-то. А есть другая точка зрения, что как раз-таки никакой фатальности в этом процессе нет. Это может вот так вот законсервироваться и на долгие-долгие годы, как это бывало в человеческой истории. Вот вы и какой точки зрения придерживаетесь? Ну, здесь я тоже делю, пожалуй, с этими обоими концепциями свое мнение в том смысле, что я всегда говорил многократно в эфире и Эхо Москвы, и вот Аспектов, говорил о том, что в случае разрыва связи между государством и населением, государство рискует больше, чем население. Население настолько привыкло жить без помощи и без участия самого государства и привыкло избегать всякого контакта с этим государством, увиливать и прочее, что оно-то без него обойдется. А государство, оторванное от населения и лишившееся населения, я имею в виду государственный аппарат, не страну, а вот именно власть. Власть без электората, без населения, это почти гарантированная гибель для этой власти. Потому что только население является кормовой базой для власти. Как только связь будет разорвана, как только население утратит понимание, зачем оно платит налоги, для чего оно это делает и почему оно должно это делать, население охотно откажется от этой функции. И, соответственно, власть потеряет экономическую базу своего существования. Так что вот здесь это с точки зрения для кого будет хуже. По поводу там апокалиптических прогнозов, что как только связь между населением и властью будет разорвана, случится революция, то есть если так вот совсем конкретизировать. Нет, не случится. Потому что население привыкло жить без власти. Оно не испытывает потребности в формировании новой власти. Если бы был навык формирования власти регулярно, то есть переизбрание, назначение, там вот этих процессов, как это в нормальном мире устроено, то да, тогда, конечно, как только, например, если президент какой-нибудь Франции или, не дай бог, Бельгии утратит связь с населением, его очень быстро переизберут и подвергнута обструкция, а то и какому-нибудь импичменту и так далее, и так далее. То есть у нас нет. У нас зачастую, особенно в глубинке, население вообще не ощущает существования этой власти. Для них ее нет. Для них есть ветер, мороз, дрова, туалет на улице. Вот это и есть. А власти нет. Но все-таки, если взять историю, я не знаю, 30 лет все-таки, у нас были случаи, когда люди более-менее активно разговаривали, спорили даже на тему выборов, и явка была более-менее приличная. Даже вспомнить ту же Башкирию в 2003 год, когда там Рахимов Веремеенко, Сафин. То есть какими-то вспышками, какими-то волнами у нас народ все-таки пытался к этому прийти. Но потом происходили какие-то события, кто-то считает, что это прям целенаправленные действия власти по сушке этой явки, по сушке самого интереса людей к политике. И в итоге мы приходили к тому, что вот сейчас мы имеем. Есть ли шанс, соответственно, на то, что у нас какие-то могут быть тектонические сдвиги, и люди осознают свою ответственность, свою правоту, точнее, даже не правоту, а наличие прав на то, чтобы как раз-таки влиять на это. Именно наличие прав, да. Я отношусь к тем, кто считает, что все это было сделано намеренно. То есть нивелирование вот этих всех процессов, отстранение населения от участия в политических процессах, зачистка политической поляны и прочее. Да, это все длилось последние 22 года. По не спадающей шел интерес к выборам. Вот у нас сейчас явка на выборы в этом году составила менее 40%. Явка, официально уже подтвержденная явка, менее 40%. И то собирали людей через трудовые коллективы, руководство и прочее, прочее. То, что вы говорите о том, что возникли ли опять интерес у населения к своим правам формировать власть и в этом участвовать, да, безусловно, возникнет. Потому что это единственный механизм улучшения своей жизни. Участие в политической жизни, участие в формировании власти – это единственный механизм улучшения жизни каждого отдельного человека. Это не быстрый механизм, это не сиюминутный эффект. То есть, назначили нового губернатора и сразу же поднялись зарплаты – нет. Но это шанс на это. И как только население поймет, что только с этим все связано, как только они поймут, что люди живут плохо, потому что у них плохая власть, вот тогда они займутся политикой. Шанс на это есть. Он будет всегда… Это потому что это в природе человека, потому что это в природе его жизненных интересов. Соответственно, рано или поздно этими возможностями люди начнут пользоваться. Субтитры создавал DimaTorzok